Торжества в Орле сделали центр города пешеходным и не только пешеходным. Без помех прокатиться по центральным улицам областной столицы могли велосипедисты. Впрочем, это было применимо лишь к профессиональным спортсменам, участвовавшим в этапе первенства России по велоспорту. Гонка-критериум на 30 километров под силу оказалась не всем. Многие сошли с дистанции, не сумев выдержать и половину пути. Победителей после двух предыдущих этапов, прошедших 6 и 7 мая, предугадать было несложно. Эта гонка-критериум стала заключительной в рамках первой Орловской недели велоспорта. Специфика прохождения поворотов, да и всей дистанции наложила свой отпечаток. Дело в том, что все едут по кольцу длиной 1 километр. Тяжело просто дергаться постоянно. Легче ехать одним ровным темпом, чем постоянно. Из-за этого силы больше тратить. Тяжесть в прохождении трассы сказалась уже после нескольких кругов. Многие участники такого бешеного марафона просто сошли с дистанции. Соперничать с лидерами им оказалось не под силу. Сложно было ехать. А что именно? В чем сложность? Ну, они очень быстро ехали. Вот. И не успевал за ними. За ними – это за питерской реактивной командой в Синем. Их скорость на прямых участках трассы достигала 50 км в час. Не успевали за ними не только орловчане, но и наши соседи из Воронежа. Досрочно гонку закончила вся команда в составе 4-х человек. Очень сильный темп задали. И питерские ребята. Вот. Не получилось с ними усидеть. Ну, и потом с таким темпом они продолжили гонку и нас догнали. Из-за этого мы снялись. Есть просто разница в подготовке, действительно. То есть здесь и команда, например, из Санкт-Петербурга, которая действительно сейчас на высоте, на высоте в России. Поэтому просто… Тем более на такой короткой дистанции очень сложно, как говорится, составлять им конкуренцию. Удобный гонка-критериум была лишь для зрителей, для которых вся дистанция оказалась как на ладони. Это единственная велогонка, в которой спортсмены пересекают финишную черту 30 раз. И не факт, что тот, кто пересечет финишную черту первым, на последнем 30-м круге победит, так как всего 10 промежуточных этапов, за каждый из которых спортсмену начисляются очки. За первое место 5 очков, за второе 3, и за третье место 2 очка. В конце велогонки эти все очки суммируются, и таким образом определяется победитель. Показать совсем уж идеальный результат помешали Орловские дороги. В разгаре своего интервью по ним прошелся чемпион этапа. После такого намека Орловским дорожникам все отправились на награждение, которое прошло в торговом центре «Водолей».